Камера Вильсона Камера Вильсона Величина пересыщения, необходимая для образования капель на ионах, зависит от природы пара и знака заряда иона. Так, водяной пар конденсируется преимущественно на отрицательных ионах, пары этилового спирта на положительных. Источник заряженных частиц может находиться как внутри камеры, так и снаружи. Для измерения импульсов частиц камеру помещают во внешнее магнитное поле. Третья частица искривляется и по их полученным фотографиям можно определять скорость массу зарегистрированной частицы. Несмотря на простоту устройства, камера Вильсона была важным прибором для своего времени, с помощью которого удалось провести множество исследований ядерного излучения, сделать ряд открытий в физике космических лучей, неонов, позитронов. Камера Вильсона была важной предтечей современных детекторов заряженных частиц. Камера Вильсона